Всем доброе утро! Всех поздравляем мужчин с 23 февраля. Сегодня мы тоже поедем поздравлять наших мужчин с праздником. Сейчас будем завтракать. Делаем кофе. С утра я сделала оладушки. Ну, кто что. Я лично буду творожок со сметаной и с джемом. Груша, банан и кофе. Очень понравились вот эти конфеты. Мы их вчера покупали в светофор. Кстати, кто еще не видел полный обзор и мое личное мнение, мы много что купили в светофоре. Я много что протестировала, продегустировала дома. Лика купила, кстати, очень красивую картину. Два в одном по номерам и алмазно. Очень красивая. Заходите, смотрите на моем канале Мятный день. Там я показываю разные распаковочки. Ссылочка по написанию. Да. Ссылочка будет в описании под видео. Вот эти конфеты мне очень понравились. Это контик клубничный. Там еще были другие контик другого вкуса. Хотим вот сегодня еще заехать в другой светофор. Может быть побольше какой-то. Потому что на самом деле их-то много разных. И вчера мы были в светофоре, но он, на мой взгляд, не очень большой. Вот. Сегодня поедем в другой. Как раз поедем всех поздравим. Может быть где-нибудь по пути заедем в светофор. Посмотрим, что там. Очень много, что понравилось. Так что поедем, наверное, еще закупимся. Всем доброе утро. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами. Пришли сейчас тетя Лена с Даной. Мы обменялись подарками. Папа разрешил распаковать. Это подарок для папы. 23 февраля. Наш кот. Пенка для питья. Лимон и корица. Нифига. Ой, как же я люблю вообще аромат корицы. Классно. Лена сказала, без парабенов. Она очень к этому относится. Смотрит, чтобы в составе крема не было парабенов. Я тоже стараюсь. Все спортивы стараются. Спасибо. Вот это регенерирующий тоник. Натуральный тоник. Идеально подходит для любого типа кожи. Активно освежает, питает, делает кожу мягкой и шелковистой. Класс. И в такой вот подарочной упаковочке. А мы подарили тоже для Ленны второй половинки. Термокружка, да? Кружка, которая стакана нужна. Да, очень классная. Как раз Андрей любит. Чаечек в дорогу, кофеечек. Мне кажется, будет очень актуально. Так, ну а сейчас мы собираемся. И дальше едем всех поздравлять. Милан, я бодок купала. Едем тоже поздравлять всех. Уже все собрали. Папа пошел машину разогревать. Сейчас сделаю Миланке причесочку. Я надела сегодня кожаные пречки. И свитер. Этот свитер один из самых любимых. Очень мягенький. Свитер мне нравится, очень цвет. Лика сегодня надела новый костюм. Очень мне нравится расцветка. Я себе тоже хотела вначале его заказать. Но потом решили, что не в одном ходить, как бы, да? Не в одинаковых костюмах. Но он ей очень идет. У Лики еще сумка. Она подходит под вот этот костюм. И курточка. Классная. Какую лучшую куртку, белую или вот такого цвета она? Ну, какая потеплее. И белая подойдет, в принципе, и коричневая. Милан, давай пальто надеваешь же. Просто коричневая. Она идет еще и с капюшоном. Она прохладная, по-моему. Ну, я на машине. Ну, что. Миланка, попы вперед. Она вообще классно, да? Она вообще будет здоровско, да. Но она не холодная, Лилик? Ну, это здесь капюшон. Там тоже есть капюшон. Выглядит классно. Вот это белая. Вот это. А белая, там получается, я без капюшона буду шапку шейненалина. Почему нет? Нет, на смотри, спасибо. Да прям беленькая шапка у тебя как раз. Все-таки на улице у нас мороз и снег. У нас не мороз. Давай все-таки, наверное, белый пуховик и белую шапку. Будет прикольно. Вы пишите с вами, я сейчас покажу вам белую. Я тоже в пуховике. Я, наверное, черный пуховик и ботинки. Мне твоя твоя костюма так похожа на лу-лубитон. Лу-лубитон? Да. Да, я про нее и говорила, что она подходит очень. Ну, тоже классно. Ну, обувь, что она. Ну, это теплее. Ну, это теплее. Нет, Лик, давай вот это. Нормально. Белую шапочку, она будет классно сочетаться. Да? Конечно. Сейчас еще сумку. Раз. А обувь, ты как, у ботинки, да? Ну, ботинки там оденутся. Конечно, вот так вот, Капиколь. Да нет, это так тоже классно смотрится. Костюм, кстати, теплый очень. Ну, вот и больше подходит здесь, честно. В общем, решай сама. Решай сама. По пути домой заехали в светофор, но здесь светофор такой намного больше магазин. И здесь, смотрите, даже продаются разные какие-то, я не знаю, что это. Тут и семена вон я вижу, и удобрения. Вот. Лика хочет еще картину по номерам посмотреть. Ой, здесь, смотрите. Ой, смотрите, какие красивые тарелки. Под мрамор. По 62 рубля. Отличаются ассортименты, где мы вчера были, там такого не было. Тут еще кружки. О, на Валбересе такие продаются. Сейчас прям, да? Я говорю, ассортимент отличается, где мы вчера были в светофоре. Смотри, какие тарелки под мрамор. Какие я видела с светофориком? Были? Да. Я не видела. Да, где? Ну, у нас есть, нам это не надо. Но форму для забытого не было. 380 рублей, смотрите. 4,2 литра. Ну, большая. Гигантская, да не, зачем? Ну, квадратная. А у нас есть и квадратная, и вот такую форму выдавал. Ну, да, небольшого размера. Что тут? Начиненный нож. Нет. Кто? Начиненный. Нет. Крем для лица. А, крем для ног. А это что? Крем для лица увлажняющий. Вот вы думаете, то хороший крем? Кто пробовал, пишите. Впитывается за одну минуту. А вот комплект сменный для фильтра тут. В наборе 2 штучки. 59 рублей. Подожди, а сколько там штук? 220. А, просмотрите, 220 штук Аура Феймили. 59 рублей салфетки возьмем. Смотри, нам эти не нужны для мусора пакеты. Нет, у меня все, что-то, 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 что-то надо, конечно, цены понимать, знать. Нилан, ты куда? А мы взяли, смотрите, какая скатерть. Ой, она ужасная. Она вся, смотрите. Ну, это здесь все, она лежит чистая. Ну, такая и будет. Вообще цвет такая красивая золотая. Метр двадцать, на метр пятьдесят. Двести тридцать шесть рублей. В общем, вот что мы взяли. В принципе, уже подходим к кассе. Взяли еще раз вот такой перец. Очень вкусный, горький. Две упаковки. Он очень-очень вкусный. Потом я любимые свои киреежки взяла. Большая упаковка, кстати, вообще недорого. Тридцать чем-то рублей. Вкус ветчины и сыра взяли. И вкус холодца и хрена. Салфетки Аура я уже показала антибактериальным эффектом. Двести двадцать штук. Пятьдесят там шесть рублей, по-моему. Кукурузные хлопья медовые. Эту фирму я всегда беру. Они хорошие, я их знаю. Трубочки мы пробовали. Срок годности всегда проверяем. Достаточно свежие, с молоком сгущённым. Две упаковки взяли реально очень вкусно. Они в среднем получаются по двенадцать рублей штука. И еще взяли вот такое масло сливочное. Тоже очень понравилось. Тем более мы часто печем. Обыкновенная масло. Да, восемьдесят два и пять процента жирности. И состав пастеризованные сливки из коровьего молока. Ну, тот мне больше понравился. Ну, все, на кассу идем. Конечно, не сыр. А вот вино по двести рублей. Нет, ну вот это мы, конечно, не будем покупать. Не сыр. Просто нам сказали, там вино по двести рублей. Ну, нет, у меня сестра говорит, я покупала. Говорит, ужасно. Просто жутко. Колбасу, конечно, мы не стали брать. Нам ничего не понравилось. Сыр, честно сказать, тоже. Я лучше в другом магазине. А что-то, в принципе, можно выбрать. И он, как книжку смотрит. Не нашли мы такой раскраски. Вчера брали. Купец, уже шесть часов. Вот это да, туда-сюда съездили уже все, шесть часов. Не, ну я не хочу с никой, что домой приду. Не, я домой приду и покушу. У нас дома гречка. Это печень куриная. В общем, конечно, в светофоре чисто вот если мимо как-то едешь. Да, мимо едешь, вот что-то зайти взять. Затариваться там неудобно. Ну, там просто все равно сказать, вот колбасы, сыры, мне кажется, я почитала состав, реально не очень. А вот, ну, допустим, я показала масло, перец, вот вафельки, вот эти трубочки вафельные. Они вкусные и состав очень даже хороший. Единственное, что вот нет тут раскраски. Да? Ну, это же масло, если брать. Сейчас оно вот такое. Я уверен, что оно закончится. То, что он бы другой привезут, оно уже не будет такое. Возможно. Оно периодически меняется, ассортимент. Постоянно такой один ассортимент может быть. Да. Самое главное, я взяла кириешки. Это прям вообще. И я взяла с холодцом, да, и взяла сыром, ветчиной. Мы сейчас придем, я что-нибудь интересненько, афин какой-нибудь включу. Мы слегка мелодрамы, да, недосмотрели? Просим занять свои места. Мы готовы к взлету. Через 200 метров. Поверните налево. Взлетаем. Взлетаем, да. Это у нас такой навигатор. И будем смотреть фильм. Будем кириешки кушать. В общем, проездили тудым-сюдым. Тудым-сюдым. По требованию наземных служб план полета изменен. Поверните направо, а затем через 100 метров. Поверните налево. Вообще не стоит. Это вы знаете, где сейчас? Шушары. Шушары. Не очень тут шритофор, честно сказать. Не очень. Мы уже пришли домой, перекусили. У нас и гречка осталась, печенка тушеная. И я захотела кофе. И вот эти вот трубочки реально очень-очень вкусные. И вот именно со сгущенкой больше, быстрее все разбирают. Вот молочная начинка с молочным каким-то там кремом. Их вот что вчера мы были там в одном светофоре. Очень много, да. А со сгущенкой несколько упаковочек. Также и сегодня вот со сгущенкой прям разбирают. Но очень вкусный. Крем сливочный, вареная сгущенка называется. Вот такие трубочки. Они небольшие. По-моему, по 30 грамм, если не ошибаюсь. Все раз покажу, вот так они выглядят. Вот нам всем понравилось. Вот такие вот трубочки с вареной сгущенкой. 65 рублей 5 штук. На самом деле недорого. Состав, так как везде, во всех трубочках я сравнивала. Лика просто с него, она их очень любит. Как в океане мы покупаем, там в ленте, где-то везде. Так и здесь одинаковый абсолютно состав. Вот. И еще взяли вот 2 банки перчика острого. Сейчас доели то, что вот мы вчера открыли баночку. Очень. У меня сейчас еще у нас будет. Ну, такой вкусный перец. Сейчас еще раз покажу. Вот такой вот перец. Мы с ним, кстати, дедушка с бабушкой ездили, поздравляли дедушку с праздником. И отвезли там продуктов. Тоже такой перец. Думаю, что ему тоже понравится. Потому что он любит. Тоже такой острый перец. Но мы вообще в восторге от него. Так что как-то так. В общем, есть такие, знаете, продукты. А еще кириешки я открыла. Ой, какие они вкусные. Ну, в принципе, кириешки и кириешки. Они во всех магазинах. Именно эта фирма продается. Они очень тоже вкусные. Я очень люблю именно вкус. Хрен. Холодец и хрен. Вот они прям очень вкусные. Вот мне не очень нравятся с беконом, с салями. Вот вкусы мне не нравятся. С сыром нравятся. Но самое вкусное это вот холодец и хрен. Пишите, какой вкус вам нравится больше. Если кто кушает. Но я предпочитаю, если уж прям хочется что-то такого, знаете, вот. Ну, как типа кириешки, да. Покушать, то уж лучше их съесть, чем чипсы. Вот чипсы я не очень люблю. Они ужасно жирные. Вот. А здесь, в принципе, ржаной хлебушек. Вот. Со специями, солью. Ну, очень вкусно. Иногда вот когда хочется, что такое-то лучше купить кириешки. Сейчас, Ликоль. Смотрите, вот такой вот. Миланка выбрала книгу. Там, на самом деле, в светофоре разные. Есть книги, есть космос, анатомия. Вот такую, Милана выбрала иммунитет, да. И есть вирус. Миланка выбрала вот эту книгу. Здесь 29 окошек. Вот. И смотрите. Здесь читать, например, вот здесь правила, что делать надо, например, можете еще не бесплатить. Что окружат повсюду враги бактерии, микробы и вирусы, да? Вирусы, да? Смотрите. Здесь тоже можете прочитать. Угу. Здесь. Не трогай руками бродящих собак. Они живут на улице и питаются испорченной едой, в которой живут болезнетворные бактерии. Такие, как правило, да, Милан? Здесь, смотрите, вы знали, что в фонтане очень грязная вода. Вода в фонтане не такая. В фонтане, да. И мочить там руки нельзя. Как каждый. Как кажется. Как кажется, там живут тысячи бактерий. Угу. Здесь собаку, смотрите, у них грязные. Мой лапы питомцу после прогулки, иначе он разнесет микробы по всему дому. Здесь просопли. Поэтому мы не хотим собачку заводить, да? Что за ней, с ней надо гулять. У нас не совсем так много времени. Здесь просопли. А завести собачку, это большая ответственность, да, Милаш? Здесь просопли. С котиками попроще. Здесь про рану. Угу. Что через ран и ссадины в наш организм могут попасть микробы. Поэтому нужно обязательно обрабатывать руки, да? Да. Это, вы знали вообще, что слеза, она, это хорошо, что ты плачешь. Слеза, она бактерии убирает, потому что слеза соленая. Вот, читай. Оказывается, слеза защищает глаза. Она препятствует возникновению инфекции. Песотница. Угу. В песочнице тоже могут быть разные паразиты, да? Да. Здесь много страниц. Ну, в общем, да, не будем всю книгу показывать, но книга очень классная. Такую книгу, кстати, можно и в подарок подарить, да? Мне кажется, будет очень интересно делать. Знаете, в чём прикол? Что такая большая сетка, это мух не может появиться. Москитные сетки. На окнах, да, они задерживают разных насекомых. Комаров, мух. И моя любимая страничка, это кухня. Угу. Кухня. Вот это основное всё здесь. Это для микробы. Вот такая ванная. Это вот тут друзья-чистюли. Да. И угадать, как я назвала эту девочку. Не знаю. Напишите в комментариях. Давай чуть-чуть подумать. Ну, ты скажи. Сейчас подумаю. Я думаю, Маша. А как? Лиза. Лиза? Лиза. Мой руки с мылом, оно защищает от микробов. И руки нужно мыть хорошо. А скажи, сколько нужно зубки чистить? Две минуты, я лучше три. Молодец. А руки мылить сколько? Как долго? Тридцать девять. Минут? Тридцать девять. Секунд. Секунд. Но я мою пятьдесят. Да что ты, ты моешь пятнадцать. Да ты моешь, намочила и пошла. Угу. А у нас бабушка. А бабушка рада. Угу. Долго от того, что помыли руки, непонятно. Смотрите. Руки нужно мылить. Ты не заморачивай нам эти. Зубы не заморачивай. Да, да, да. Ну, руки нужно, милашенько, подождите. Смотрите. Руки нужно намочить, а потом намылить хорошенечко. Помнишь, как вам в садике говорили? Делаем из пены перчаточки на ручках. Из мыльной пены. Маму это не говорили. Да здрасте, я даже помню, говорили. Детки, все идем и делаем перчатки мыльные. А потом смываем. Нет, не хочу мыльные перчатки. А если нанесла и сразу же за секунду смыла, толку вообще никакого нет. Ребят, смотрите, стишок здесь в этом есть. Чьи лапки? Любимых питомцев. Подожди. Чьи лапки для любимых питомцев тоже нужно купать? Мяу-мяу-мяу. Поддерживай. Классная книга. Все, милая, давай кушай. Отлика там сделала тебе вкусняшку и себе. Это такая большая вот тут. Не бойся врачей, да? А я боюсь врачей. Че делать? Че делать? Ну, перебороть свой страх. Зачем их бояться? Этим не нужно бояться. Вот видите, здесь скелетовый почек. М-м-м. А какая должна быть? Три, шесть и шесть. Да. Все, милашка, закрывай книжечку, иди кушать. На этом наш Локсиня подходит к концу. Всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok